Твои проблемы решили и к играм подходит со всем возможным профессионализмом. Ну знаешь, если играть только ради одного турнира, можно в принципе и собираться только там, я не знаю, месяца за 3-4, плотненько тренироваться. Все-таки надо играть непосредственно целый год, тем более сейчас с новой системой надо почти на всех турнирах присутствовать, чтобы тебя напрямую пригласили. Я смотрю, у нас тут просто кто-то очень-очень любит компендиум, по всей видимости, бафать. Ну и что же, у нас команда Монголз, собственно, Санг будет исполнять на товарища Рубики. Далее у нас следует Свен, на которого садится Ретрибьюшн. Шейкер со своими фиссурами судьбоносными, будет за ними следить на маскарад, естественно. Далее у нас следует ОДМ, на котором играют у нас Уши Дота, замена в стане Монголов. И завершает весь драфт прокси на товарища Распереди. Ну и их оппоненты, команда Минески, капитан команды Муши, формить будет на спектре. На Клакверке в Афгане у нас будет стоять Имур Гюн, вот такой вот замечательный персонаж. На Паке в миде у нас будет, конечно же, Нана, его бы еще запулить не замешало. На Дизрапторе Нинджа Буги, ну и Тусик, конечно же, это Джабс. Просто таск у нас тут такой идет весь с анимациями, что с этим товарищем происходит, я лично не совсем понимаю. Это новый сет или анимация? Подожди, я думаю, что это какой-то баг. Дота, спасибо, я поэтому немного скучал. Потому что если это новый сет, он очень сильно не смотрится в общем целом. О, смотри, на нем какая-то перчатка, я думаю, в этом и дело все. Да, перчатка, кулак нижний-левый, да, 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 вот он. Да, в нем стоит самоцвет, все понятно с этой Азии, вот они вот поближе к Китаю начинают эти самоцветы выставлять себе, потом непонятно, что вообще происходит на экране. Но такого я еще не видел, тут нас зацепили. Рубика, неприятности, есть у нас батареоса, вот там уже улетает Эспирит, понимая, к чему это все дело идет. И ФБ для Нана. Ну нагловато зашли здесь монгол-навражескую территорию, за что и поплатились. Ну и сейчас просто будут забирать баунтируны без какого-либо дальнейшего боя. Нет, я не могу над этим туском, конечно. Да, это просто шикарно, это просто шикарно. А ты представляешь, что 10 героев и так вот моргать будут? Ну, дота и так уже превращается немного в такой цирк с пылов, когда вот эти нарученные Энигмы вводили золотые, я помню, было очень много. А со стороны 9? Они по-прежнему есть, все с ними хорошо, просто не так часто мы видим Энигму, к сожалению. И не так много обладателей этих наручей играют данным героем. Ну что же, по линиям мы с вами пробежимся на топе. Шейкер у нас стоит против спектры и, честно сказать, помешать он ей вряд ли сможет. Тем более, что спектра пока под прикрытием двух суппортов. Фессура залетает, маны у тебя не так много, до Шрайна ждать еще целых 4 минуты. И должен ты очень аккуратно распоряжаться своими с пылами. Ну Шейкер, в принципе, там легко должны убивать, все-таки Тусик, все-таки у нас имеется Дизраптор. И, в принципе, должны расправляться с ним. Так, ошибается Клакверк, ну что ж такое, хотел Когами оттолкнуть Свена, по итогу сейчас просто-напросто погибает. Ну ответный фраг делают, соответственно, анголы, добить бы нужно только этого Клакверка, весь лес вырубили вандалы. Тот самый момент, когда ты пытался оставить фраг Свена, а по итогу чуть не отпускаешь там Клакверка этого. Ну вот с этими батареечками, как раз-таки Клакверк очень неприятен. Ну и на топе муж уже сильно страдает, все-таки лишился большей части хп, но очень трудно ему остается, когда делаются отводы. И суппорты, суппорты сейчас не особо гоняют шейкера, они не больше работают на то, чтобы у мужа была комфортная лень, но перестарались, безусловно, здесь. Ну, учитывая, что у него и тангусы, и, естественно, есть хилка, он спокойно себе восстановится здоровьем. Ну да, все-таки Бурманшот покупает, и уже можно там лишний раз и шейкер потанковать, а уже, кстати, шейкер отправляется пока что на небольшие леса. Ну, Клакверку надо поаккуратнее стоять, все-таки, когда ты стоишь вот так вот неаккуратно Коги, то, скорее всего, ты погибаешь. Нужно просто здесь себе трезво отдавать отчет. Клакверк — герой, который не так сильно зависим от золота, он играет за счет своих сполов, за счет прокаста. Его самое главное — получить опыт на своей линии, и желательно не напидеть противника. Каких-то огромных золотых запасов от него никто не требует, и куча артефактов. Кстати, по поводу шмоток вот этих вот различных, ты пока запомни твиттер, что-то написали. Ты хоть раз видел, Рошан, который выпадает, вот этот вот пустынный? Пустынный, да, нет, я его еще ни разу не видел, но уверен, что начнется International и китайские команды продемонстрируют нам этого Рошана. Хорошо, а вот этот, который сварк выпадает или что там? Ну, сварка видел, сварка видел. Нет, не сварка, а когда пресс выпадает. Нет, 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 это вообще, по-моему, предмет, которого не существует, вы всех обманули. Никто, спасите большое за прекрасный комментарий, мы также рады, дорогие друзья, с вами общаться в твиттере, пишите нам все нижние подчеркивания доты и самые интересные комментарии, мнения, аналичку мы будем вводить в прямом эфире, не стесняйтесь. Да, действительно, очень интересно, что вы думаете по поводу данного матча и вообще всех квалификаций. Напомню, что призовой фонд, общий суммарный призовой фонд WCA 2017 составляет полмиллиона долларов. А вот эти квалификации у нас 50 тысяч долларов будут составлять. Очень неплохой, ощутимый такой приз. У меня три турнира, как бы призовой фонд. Не можешь себе такое позволить, а здесь только закрытые квалификации. Безусловно, здесь все очень круто и сочно. Также стоит отметить немножко про систему проведения. У нас сейчас идет, естественно, две группы, каждый должен сыграть с каждым Best of 3 формат, и две команды из группы будут выходить в плей-офф-часть, где уже дабы, 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 нынеш, у нас происходит система, и две команды в финале, которые попадают в гранд-финал, естественно, будут проходить уже на WCA 2017. Да, действительно, все так оно и есть. Ты, как всегда, прав на сторону богатства. Все-таки Шейкер успевает забрать. Ну, четвертая минута, счет 1-1. Не так много у нас фрагов сделано. Кстати, сейчас будет выход на Шейкер того самого. Попытаются его убить со спины, зайти, поставили уже Vision, такой достаточно агрессивный вард со стороны Минески, и Шейкер надо быть очень аккуратным. И при этом в варто стоит он не самый стандартный, да. Но решили переместиться немного в мид и попытаться сдавить ОД. Но, опять же, суппорты, такое чувство, пока не могут найти своего места в этой игре. Они бегают, создают, безусловно, давление. Все понимают, что они где-то поблизости находятся, но выходов мы непосредственно не видим. Но очень рано они вышли. Надо все-таки выходить. Казал, пока имеется ультимейт с шестым уровнем дремкою ставишь, и тогда все намного-намного лучше становится. А вот выйдя на топ, очень грамотно сейчас будет. Но надо подожать туском. Надо подожать туском. Муж, в принципе, может уже поддавить. Но крипы заканчиваются, и ни в коем случае товар нельзя танковать. Но, знаешь, хотят и рыбку съесть, и косточка не подавится. Одновременно на две цели они как-то хотят убивать. Хотя здесь у нас еще и со спины заходит флаг вверх, батаре Асау, очень хорошо. Но уже развили на Астрау, поэтому здесь ряд Леда спасется. Флаг еще и на нас забирает, прилетает Санки. Санки также попытаются убить, но очень много хп теряет на Слокверк. Тут же еще со спины Дезератор подключается. Вчетвером нападает на игроков команды Монгоз. А вот есть Спирит. А вот и помощь от Монголов. Убивает Тузко. Шейкер сам по двоим. Два в два пока что размен. Но Шейкер также забирает дабл-кью для Слокверка, Софлэйна. Еще и Эспирит. Один удар. Пак играет до конца. Там Фэйрфайр выживает Эспирит. Также живет еще и Пак. Идет до конца Клокверк. Не подгадал он. Ну-ка даже свернуть за какую елочку. По итогу сам здесь безусловно погибнет. Прокси стоит и смотрит просто как погибает Клокверк. Прямо сейчас в лесах промахнулся камешком и пытается еще Клокверк уйти. Посмотри, его отпускают на 90 хп. Что происходит в Медлине на 6 минуте? Но боялся Эспирит подойти. Может быть как-то думал, что с одного удара Клокверка погибнет. Камнем не попал. Да и Рубик ошибся, который уже успел появиться. Надо было лететь и бежать не в ту сторону, куда он бежал. Вот просто такое затишье перед бурей у нас было, которое продолжалось сейчас в Медлине. Стоит отметить Шейкера, который своевременно притянулся и очень многое сделал. И самое главное, он вытанковал очень много дэмэджа своими там 800 здоровья. Но при всем при этом фармил Свенс, фармил Спектра и Спектра получает ультимейт. Так что если будет еще раз такая же драка, уже 5 на 5 будет. Точнее 5 на 4 будет воевать Минески. Это вот запирает Шейкера. Но вот о чем я говорил, что Шейкер, он страдает. А вот у нас, кстати, есть Спектра, Муши подключается и сейчас будет для него даблкил. Ну, возможно, не для него, но в двух фрагах он поучаствует. Часть команды, часть корабля. Собственно, два фрага сделали и в любом случае вот такие выходы, когда Кор вместо того, чтобы фармить, идет делать два фрага моментальных, это того стоит. Во всех прочих случаях нужно поступать, как мы видели и в Медлине. И дерутся все, кроме Коров. Они должны фармить, они должны нарабатывать себе вот быстрый выход в Медлине. Но на 6 минуте лететь в Медлине, известно, сделаешь фраг, не сделаешь фраг. Может быть, даже еще и погибнешь, это того не стоит. А вот с ультимейтом пришел, сделал пару аутов, это уже приятный бонус. Безусловно, у нас очень ожесточен такой старт. Восьмая минута, счет 3-6. Преимущество чуть больше тысячи за Минески. Но это ни о чем сейчас не говорит. Ну, знаешь, все-таки Свен должен формировать больше, нежели чем Спектра. И это мы сейчас с тобой наблюдаем. Погибает Джабс очень нагло сейчас. Играл, не успел даже в Сноубол спрятаться. Но ошибка, ошибка Джабса. Причем достаточно такая детская ошибка. Видно было, что сейчас поймает Стан и погибнет. Не среагировал, не Сноубол не спрятался, а не отошел. Ну, попытаются, возможно, еще как-то Клакверка поймать. Но тут уже есть перетяжка поблизости, окажется тот самый Таск. Ну, Свен, возможно, маны сейчас не хватает. Подождут немножко, там, есть манга или нет. Да, кушать все-таки манга. Нападает на Клакверка. Удар, Стан, Стан, Удар. И должен погибать. Играет, конечно, он за счет Батриарса, вот еще, возможно, и поживет. И Коги поставил. Но 20 кп, 13 кп и выживает. Очень нагло играет Клакверка. Вот здесь он пошел прям вперед, когда уже Свен у него замахивался. Когда подрубил варка, и было понятно, что сейчас будет драка. Сказать, что я все рассчитал, ребята, я должен был выживать. Когда у тебя остается 14 кп, и в спину летит тычка от крипа, это неуместно. Возможно, еще там пару ударов в щиток заблокировал дэмэдж, и за счет этого выжил. Но Санки здесь точно должен был погибать. Сноубол бы три остала Торба и минус Санки. Слишком быстро его здесь сбривает, и начинается агрессия от пака. При этом выход от него в Володискорд. Кстати, напоминаем, что рецепт на него чуточку повысился в стоимости. Теперь уже 500 монет. Потихоньку повышает, помаленечку. Но опять же, мне понравился данный почтем, что он не перевернул доту с ног на голову. Он немного совсем подпиксил тех, кого часто берут. Чтобы ввести в игру тех, кого забыли вообще. И мне это нравится. Потому что когда из, скажем так, крайнего в крайний начинают прыгать разработчики, это не совсем правильно, наверное. Но с другой стороны, опять же, мы, допустим, Виномансера или ту же Лину не так часто видели в свое время. Да, ее пытаются как-то пофиксить, подконтрить. Ну ладно, Виномансера сейчас еще не контрят. Но я уверен, что в скором времени это и начнется. Подождите, Виноман, у нас тут врывается на Свена, который фармил эншентов. И все это подшлайн, который не активен. Дримколл поставлен на пак, а сам уходит шифт. Но он заперт в своих же шардах, собственно, от Таска. Вкатывается тот самый Таск. Кехослэм от Шейкера и отступает Минески. Ну а дадут ли им отступить все-таки? Спирит-то очень мобильный. Фиссура подвоим перекрывает путь на хайграунд. Пак играется на нас. Саленс подвоим. И спектром уши залетает. Сейчас можно будет сделать рэмпэйдж. Трипл кью для Джабса. По итогу, минус пять в исполнении Минески. И они никого не потеряли. При этом сами полторы тысячи зарабатывают на десятой минуте. Три с лишним тысячи уже у них преимущество по графикам. Отличная игра от Минески, безусловно. Отметил бы я Пака. Роте дал арбут, дал Саленс по четверым героям. Ну а там муж и нажал кнопку. А все лавры достались в Туску. Это не так уж и плохо. То есть спектра свое, безусловно, выформит. И если сейчас получают деньги, скажем так... Когда ты сказал, как будто ее только что убили. Безусловно, свое выформили. Если денег не дали, то это все равно, что смерть. Понял, понял. Ну бывают такие моменты, когда ты вроде на коре бегаешь. У тебя там 10 ассистов. Да, именно так. То есть, собственно, какая разница, если вы сейчас продолжаете давить, зарабатывать преимущество по карте и держите ритм. То есть у монгола после таких серий поражений они будут немножко спокойнее себя вести и сжиматься. Я сейчас хотел бы отметить Клакверка, который убегал, его заметил рейндж-крип, дал в него удар и у него Транквилы есть. Он их положил в рюкзак и тут же на себя. То есть удар, когда залетел, Транквил и не сбил. Ну вот эти вот микро-моменты, игра с рюкзаком мы уже в который раз отмечаем. Особенно с блинком. Блинк на Кентаври я не забуду никогда. Это был абуз абузов. Приложаю тебе как-нибудь в пабе такое повторить. Нет, нет. Для меня слишком. Выложил на землю, кто-нибудь подобрал, потом думаешь, да как так-то? У меня точно так и будет. Помнишь еще времена, когда вот Акс выкладывался? Транквилы. Там Кантри Кемара под инвизом забирал их. Ну а здесь поймали, кстати, Прокси. Вроде бы по Т1 пытается он уйти. Врезался непосредственно в Клакверка. Пошли батарейки. Начинают просто его пробивать. Помню, что у Клакверка также понизил немножко урон с руки. Но здесь это критично не скажется. У меня такое чисто, как будто муж и даже не хотел бежать помогать. Он пошел. Он, кстати, застрял. А, нет, не показалось, что он застрял в лицах. Он как-то бил крипов. В то время как Клакверк делал солофраг. Вот тот самый момент. Влетает на СВена. Замечательный повтор сейчас должен быть. И вроде под Шереном дерутся, но его нет. Влетает Шейкер. Но Шейкер здесь, на мой взгляд, не самый лучший Эхо Слэм. Да, он, в принципе, дэмэдж-то внес, но никого не застанет. Вот сейчас обрати внимание, какие биты и убьют. И как сейчас на нас со всеми разбираться. Проблема в том, опять же, что Шейкер своим Эхо Слэмом не поймал Пака. Я хотел бы отметить. Он в этот момент находился в шифте. И вот его минимальное количество здоровья, которое осталось, он успел там Сайенс раскастовать, еще один Орб кинуть. Все благодаря тому, что Шейкер буквально на долю секунды раньше выдал свой ультимейт. Медлини тем временем погибает у нас ОД, и серия фрагов была проведена на топе. Да, пока мы смотрели повтор, там в этот момент Шейкер и Рубик отправились к правотцам. С Вен, с ГДСом. Суан есть, но хватит дэмэджа. На мой взгляд, нет. Сейчас Коги поставят. Отличные шарды, казалось бы, совсем чуть-чуть. Не хватило, чтобы спасти. И Клакверк говорит, просто что за предательство сейчас бывает у себя Таск. Отрезал их со мной вместе. Кстати, посмотри, тут, по-моему, все, да, герои, которые могут создавать какие-то коробочки, какие-то там, я не знаю, непроходимые места. Шейкер, Таск и Клакверк. Безусловно, здесь очень много проблем. Ну и опять же Дизраптор, сам Кинетик Филдом, не забываем. Но я имею в виду, что Дизраптор Таск своим хотя бы дает проходить. А тут Шейкер неудачно поставит фиссуру Коги, там, шарды, и никто ни с кем по итогу и не подерется. Они просто все смотрят друг на друга, какая позиционная война, стрельба глазами. У нас пока же есть выход в смоках от команды Монголов. И попытка выйти на топ, поймать Пака. Не самый простой таргет, но в целом с хорошим Санитсом, с хорошей инициацией от Прокси есть шансы. Как раз таки ворвали, Санитс повесили, есть фиссура и убивают Пака. Но тут без шансов. Да, убивают на нас, сбивают с него небольшой сприк. Я хотел бы обратить внимание, что ОД очень плохо отстаял линию. Он чуть ли не в два раза отстает от Пака, но за счет Мидоса должен будет восстанавливать свой золотой запас. А тут ответка от Минески в смоках. Их идеальная цель сейчас будет ОД. Есть хокшот, надо нападать. Но там стоит Рубик, который может откинуться. Возможно, с Рубика и будут начинать таким образом. То, что Рубик сейчас подставляется, он совсем рядом подставляется под батарейки. Есть, естественно, Коги, шарды залетают. Но поймать вот сейчас как раз-таки ОД это задача. Поймали, врывается на хокшоте. И там уже летят на шрайн, поддержка. Шейкер тоже сейчас окажется поблизости Сноубол. Есть и Муши также приходит. Есть Статик Шторм и Шейкер. Один шарды неудачный от Таска. Вот о чем я и говорил, что эти шарды и фиссуры будут не совсем удачные. Но так или иначе, пока что погибает у нас один ОД. Без ОД должны, в принципе, выиграть. Драку Минески, Муши страдает. Муши должен убегать. В этот момент Свен под ГДС начинает разрубать. Минус колок вверх. Муши также должен погибать. Муши погибает. Подходит на На. У него тренковый ФКД, но он дает Саленс, дает Арбу. Здесь ПВП между Дизраптором и Свеном. Но здесь, конечно же, Свен будет победителем. У него есть откил. Хотя неизвестно, что еще страшно ретрибьюши, но тут драться все-таки есть на На. Но прыгает вперед, убивает Свен, остается только Рубик, который здесь погибнет уже во второй раз. Минески, что вы творите? 8.22. Не Минески, что вы творите? А что ты творишь, что она? Просто на На чуть ли не в соло сейчас завозит и посмотрел на 5 топ ДПС. Я уверен, что в конце игры мы увидим самый высокий урон именно от ПАКа. ПАК шикарнейшая игра. И вот этот Дискорд, который здесь собран сугубо ради себя, потому что Магического Проказ, ну не так много у твоей команды. Ну, знаешь, он все-таки имеется. Он имеется. Пусик бьет Маги, Дизраптор чуть-чуть, да, определенно его не так много. Но, опять же, он очень хорошо бустит этого самого ПАКа. И ПАК уже 7 практически с половиной тысяч Нутворца на 16-й минуте. Естественно, топ-1 позиция на карте. Здесь же поймали у нас Прокси и попытка его убить, но это наглость от товарища Клакверка. Ну, он попытался там добить хотя бы Прокси, но дамо же не хватит. Вроде бы там горит еще по дурной, но, естественно... Он 8 стиков имеется. Контролировал ситуацию, все было в его руках. Да, ну что, Нана, дальше выход ветра будет от него. Хочет избегать Саленса от Эспирита. Посмотри, как качается Нана. Дремкою в единичку. Это самая лучшая раскачка, когда у тебя шип замашенный, и ты чуть ли не бессмертен. За счет того, что у тебя 3,5 секунды, и ты можешь спрятаться. Но Прокси здесь вряд ли его отпустит все-таки. Хотя под Саленса пока что находится, но есть Вижен. Есть Вижен, пошел Глимс, и Прокси возвращается в лапы к Муши. Его там закрывают в клетку, и Муши делают фраг. Прокси еще живет несколько секунд, но его, естественно, добивают. При этом Клакверк уже помог своей ракеточкой, скажем так. Вызвали удар артиллерии сверху. Да, вызываем огонь на себя, и Клакверк там чуть ли не с Монтана закидывает трехочковый. И есть фраг. Кстати, Клакверк как-то очень бедно смотрится. 3,500 на 200 монет отстает от Шейкера, который линию не очень хорошо отстает. Он очень нагло играл, и, соответственно, часто подставлялся. То есть он, безусловно, играет агрессивно. Мы уже отмечали как-то подобных Клакверков, которые вот в стадии эрлигейма и начала мидгейма очень много пользы приносят, а потом становятся, ну, скажем так, не то что бесполезными, но менее результативными, как минимум. Ну, там миллион Клаков было поставлено, но Клакверку это не помогло. Ну, просто Клак, точнее, Рубик это не помогло. Клак такой герой, что им тяжело фармить. Очень тяжело фармить, несмотря на то, что у него вроде меняется ракетка, но эта ракета, она не позволяет тебе всю пачку крипов забрать. Как же больно здесь Шейкера. Просто на привязи бегает, как на поводке в этом Дримкойле, и, безусловно, погибает. Но в очередной раз хотел бы отметить, насколько он плотный все-таки. И даже Пак под Вэлл Дискордом убивает его не так быстро, как хотелось бы. Но все равно убивает. Было бы забавно, если бы сейчас Шейкер еще спасся, как сам. Надо забирать Т1 на топе, там, для кого-то летит Блинк. Для Тузка? Вот это Нетерс неплохо. Я думаю. 4600 Нетерса? Ну, неплохо, безусловно. Я думал, что у него там вард, знаешь, как это обычно бывает, а в Блинк потом уедет кому-то еще. Кстати, я хотел бы увидеть Аганим на Тузке против одного милишного Коррора. Купить. Ну, ладно, вот Д тоже может там бить с руки. Но Д, в принципе, не так много золота имеет. А Труд Свена, который там под БКБшка будет находиться, это будет очень круто. В миде у нас начинается драка, подцепили Дизраптора, пытаются его быстро убить. В спину врывается Клакверк, тут же есть ультимейт, естественно, от Муши, и Спектра приходит всем на помощь. Дизраптор просто улетает на телепорте домой. Тем временем, не убили уже Свену Эхо Слэм от Шейкера. В ответ погибает только Клакверк. Мне кажется, что монголы вновь проигрывают эту драку. А там Пак, Пак еще гонится за Рубиком. В этот момент Муши пытаются убить Прокси, но Муши здесь остается один. Муши убить, ну, стрячь ты его в Астрал. Есть Фиссура, в Астрал спрятать, и Муши погибнет. Еще один удар, есть фраг. Два в два, но, знаешь, здесь драка-то, возможно, для монголств плюс будет. По крайней мере, на равных, как минимум. Ребята огрызнулись, им нужны хоть какие-то тарты. Пак на Хосте продолжает нападение. Есть Санте Элькрифт, на нас заканчивается мана, но он на Хосте, и просто играется, просто играется. Фиссура не попали, Дримкоилл в этот пак. Очередной есть Астрал, вроде бы Шейкер поблизости, Ворс Панч, от Таска, и тут же Сноубол на сейв. Неужели будут вкатываться пак еще и выживает и продолжает. Нана веселится, убивая всех вокруг еще один фраг. Что делает Нана? У него маны нет, у него хп нет, у него всего лишь хоста и урон с руки. И при этом он опять топ ДПС в этой драке. Ну, тут, если честно, очень тяжело будет оправиться такое чувство команде монгола. Все-таки все сейчас, как ты верно отмечаешь, делает пак. Спектра еще не вступила в ту стадию, когда она страшна и может убивать одна там трех-четырех героев противника. А этот момент придет, потому что по фарму муж и все так же великолепно. Мне нравится сочетание пака со спектрой. Пак сажает на цепь, все стоят там на месте, все под саленцем. В этот момент летает Спектра. И там начинается хаос, анархия. И все пытаются разбежаться. Все-таки Клокверк достаточно такой необычный итем бьют, используют. Покупают себе... Хотя нет, ладно, своего аркерского я обману. Это часто выбираемый итем на Клокверке. Но он опять же понимает, что тебя здесь бьет Свен. Тебя пойдут хоть какие-то там лишние миссы. По броне у тебя также есть небольшое преимущество. А потом, если что, можно и Спектре помогать в лейте драться. Будет ли пак выходить в Аганим? Им все-таки против Свена надо, на мой взгляд, покупать именно Аганим, чтобы он стоял на месте и боялся куда-либо выйти. Но Джабс молодец. Джабс слушает русский стрим и говорит, так, Аганим. Подсказали Джабс, Аганим. Что это значит? Купить Аганим. Опять же, учитывая, насколько хорошо отыгрывать сейчас на паке, я думаю, там чуть ли не тот самый случай, когда можно купить себе Дагон в целом и веселиться с ним. Кстати, может быть, может быть, выщелкивать быстро того же Шейкера, либо там Эспирита, либо же даже Рубика, у которого есть пассивка защиты от магии. То есть он просто и по левелу хорошо поднимается, и все прекрасно у пака. Почему мы не говорим, что мага и арка кикнули? Мы же сказали, что мага и арка нет. С самого начала стрима. Просто в начале была информация о том, что Муши, возможно, покинет данный коллектив. Официальной информации пока не представлено, собственно. Да, все верно. Но, может быть, она и есть где-то, но пока что... Так, нападение на Муши, но тут же контр-инициация, но не очень удачно. Подставляется еще и тут Муши все очень живут. Там отличный рассказ от пака вместе с Дидраптором. Убивают они очень быстро Рубика. Слен также находится под фокусом. У Слен очень мало ХП. Все пытаются убить Нана, но это не та цель. И Санит и Эклифс нет у Шудота. И он все еще пытался разнести там, но не получается. И Спирит остается один. И это очередной тимвайб. Нана это просто рейдбосс, которого не убить. Тот самый случай, когда вы ставите статик шторм на героя Свена, который под валом дискорда, и он просто вот тает, как масло на сковородке. Да, действительно. И кто бы мог подумать, кто больше всего дамажа нанес? Четыре тысячи от пака. Четыре тысячи, как он просто, ну, я не знаю. 13-34 здесь точку имущества. Как вся команда Монголз. Даже больше. Ну, ладно, не больше, там на 200 меньше чуть-чуть. И сейчас одна из основных проблем монголов в том, что они сами не забрали ни одной вышки. Они все больше теряют контроль за картой. И, ну, такими темпами у них просто нет ресурсов, чем воевать с Минески. И Минески все делают правильно. Они не позволяют эти ресурсы зарабатывать. Они идут и давят дальше по всем направлениям. Они не останавливают агрессию и не уходят в фарм. Ну, вот тот самый момент, когда влетали на Муши. Там неудачно подставился еще и Джабс. Но в какой-то момент его перестали бить. Ты смотри, он нажал стики и такое чувство, как будто от него все разбежались. Там перчатка от Свена залетела уже и добили таким образом спиктру. Ну, как же больно было самому Свену, который подставился под все вот эти возможные прокасты. Ну, про Нана я уже не знаю. Ну, так говорить нет никакого смысла, по-моему, про этого героя, про этого человека. Да, он отыгрывает, конечно, превосходно. Видно, что игра пошла. Просто пошла игра. Так, тут сражение на Эспирита. Можно бы глимсануть его. Тут Туск. Просто апперкот в небеса. И Нана подключается. Ну, тут же такое давление, что сейчас должны падать последние Т2 вышки. И если будет пара минусов при этом, ребята смело пойдут на хэкграунд. Возможно, они заглянут к Рошану, но Рошана убивать быстро неким. Да, очень трудно его убивать. Хотя, с другой стороны, монголцы также долго его убивают. Одного сцена может и не хватить. У Минески просто имеется медалька. Может быть, как-то за счет того, что есть медалька, все накинутся на Рошана. Но, опять же, опасно. Там все-таки имеется шейкер, ОД в узком пространстве. Зачем вам этот Рошан? Вот единственный вопрос. Зачем Рошан сейчас Минески? У них и так все великолепно. Но она убить невозможно. Поверьте с пиктрей и закончите. Но они и без этого могут в целом закончить. Вот в чем дело. Они будут выманивать. А у них есть возможность сплитовать по двум направлениям, допустим. Где-то спектра с крипами, где-то вы вчетвером вместе с паком. И монголы не могут себя чувствовать уверенно даже на своем хайграунде. В очередной раз подставился у нас здесь шейкер. Убивает его моментально. Ну вот, 50 секунд его не будет. Да, безусловно, вышки сносятся очень медленно. Но сам факт. Зачитить не получится. Ну и пак все-таки с аганимом. Я прям все артефакты читаю. Аганим на туске, аганим на паке. Можно хоть на кого-то сказать аганим, и он будет. Но проблема здесь у спирита. Он здесь никуда уже не денется. Прокси погибает. Там еще и зацепили Рубика. Когами оттолкнулись. Спектра ультует. Муж и должен делать факт. Хотя ты смотри, пак-то там еще пытается выживать. Но тут еще и свена подцепили. Аганимным дремкоилом больше никуда так же не спасется. Но ОДА его может спрятать. Но, видимо, Астрал в КД. Дабл-Кю для клокверка. Просто уничтожение повсеместное происходит монголов 13-39. Это геноцид монголов, можно даже сказать, от Минески. Молодцы, молодцы. Минески очень качественно отыгрывают. Они эту игру. Монголсы стараются, конечно. Но не хватает. Просто не хватает ДПС-а. Никто не доходит. Все моментально погибают. Шекер просто кидает там максимум фиссуры и умирает. На нас слишком сильно расфиженный. 13 тысяч. Он при этом его никак не могут убить. Сорвать с него эти самые стрики. Это такой большой золотой бонус входит на карте, который бы желательно забрать вам. А представляешь, если Рубик сделать фрактопаки 14 тысяч и 1500 нетерса. Как ты думаешь, Рубик обглайнит? Это тот самый случай, когда ты просто начинаешь в шубе с золотыми цепями выходишь. И говоришь, что это игра теперь моя. Клакверка вроде бы поймали. Хотя просто кто-то кого еще поймал. Потому что приходит Пак, Орб, прыжок вперед. Есть, естественно, Сайленс, Минусор Спириту. Есть, Охаслама от Шекера. Пытаются, кстати, бить. Но его просто уходит в сторону. Потому что дэмэдж некому вносить. Там отрезали немножечко ОД. ОД пытается гнаться за Дезраптором. Дезраптора убили. Хорошо. Хоть какой-то фрак. Ну ничего себе, хоть какой-то фрак. Там, извините, три героя погибло. Да, три драка. Паку бы сейчас надо отсюда спасаться. Он играется, подходит в муши. Прешел муши и вместе с Нананей будут здесь всех убивать. Вот в чем дело. Ретрибьюшн здесь не выживет. Он может подраться. Возможно, убьет муши. На его раскайте. Но Нананай его должен кайтить. Хотя здесь, на гем-гем лежит гембы за братья. Ретрибьюшн заигрался. Да, надо было. Ну хотя она была, наверное, до конца идти воевать. Бить с руки. Он от Пака никак не уходил. Просто, опять же, такое чувство не обратили внимания, что у Пака дабл дэмэдж все это время действовало во время драки. И там тычка с руки была за 300 единиц. Вот в чем дело. То есть, с вами подходит, я тебя с руки сейчас убью. Я же физскор, а ты маг. Но все было абсолютно не так. При том, что у Пака эта мана практически и закончилась. Нанан каждую драку бегает без маны. Ты представляешь, что такое в драке выдать 1200 маны? Это сколько дэмэджа? Это 5000 дэмэджа сейчас было от Пака. Просто тонным. И он выходит в догон. Боюсь, что этот пак... Боюсь, что этот пак просто не отпустит эту игру уже. Он еще и гейм вернул. Ну, Джапса практически готовый огоним. Остается там совсем ничего. Стоит отметить из хороших новостей, что все-таки вот в ходе таких драк, когда вы убиваете четырех героев, команда, которая опережает вас на 13-15 тысяч по нетворсу и теряете пять героев, вы в целом зарабатываете деньги. Потому что с вас получают куда меньше, нежели вы. Мы по-прежнему Пака все еще не убили. Это самая лакомая цель сейчас. Как-то сфокусироваться на нана и попытаться убить. Ну, а здесь сфокусировались на Шейкере и не отпустили. Очень много смертей у Шейкера. Прям очень много. Ну, я опять же говорю, что мне не нравятся подобные оффлейнеры. На него слишком нужно было работать. Если вы берете Шейкера, то поставьте вы к нему еще одного героя, чтобы ему кто-то помогал. Ринджевика какого-то. Тут еще и Клокер пытается Курьера поймать в соло. Ну, что это? А что там вообще Курьер зачем летел? Там Шейкер уже давно погиб, а Курьер полетел зачем-то. Может быть, не законтролили. Может быть, кто-то обиделся, и Курьером поймать в соло. Кто же мог обидеться, кричавый вопрос. Ну, смотри, тут у нас Свен пытается развиваться с Мушей. И хорошо получается вместе с ОД. Два фраг сделали. За такие вот выходы можно немало заработать. И Свен в целом-то персонаж довольно опасный. Смотри, что происходит там в 101. Летится Дизраптор на сейв, но в соло он здесь ничего, естественно, не сделает. Другое дело, что зажимает Минески вновь сейчас своего оппонента. И Монгола оказывается в такой ловушке с двух сторон. Да, там со спины бежит уже у нас и Туск, и Пак, надо расходиться. Свен, походу, не уйдет, хотя не уйдет еще и ОД. Свен и так же убивают телепорт. Они двух героев сейчас будут убивать. Просто два героя без телепорта ОД остановили. ОД убили. И напоследок стреляет Свен. Она просто понимает. Ретрибьюшн никуда не денется. Уже сбить телепорт. Там Дримкос, Вен не убежит. Они просто занимались изначально ОД, а теперь убивают Ретрибьюшна. Два кора оказываются в таверне без байбеков. И можно, в принципе, даже попытаться погрызть хайграунд. Но, опять же, у них очень мало дэмэджа по строению. Да, единственное, кто бьет более-менее с руки, это пак. Как бы это смешно не звучало. Не спектра, а именно пак. Стоп, стоп. Смеяться над паком в этой игре нельзя. Это уже, по-моему, уголовно наказуемый. Ты посмотри на него. Там 250 нитс дэмэджа. И просто огромная угроза для противника. У него 25 уровень сейчас появится. Мне интересно, возьмет ли он себе наследство, либо уже... Но мы даже за него игра и так очень хорошо пошла. На мой взгляд, здесь и ур будет очень даже... Да, деньги здесь брать явно не стоит. Ты и так богаче всех, кого только можно представить. Если ты обгоняешь спектру с радиансом на 6000, значит, что-то явно пошло в плюс для тебя. Но, с другой стороны, опять же, да, можно и дагом быстрее апнуть, можно и трава. Скорее превести того же. Ту же спектру можно на мундшард зарядить. Ну, с арбом вы элементарно можете закончить в течение ближайших 3-4 минут. Посмотри, сколько контроля было в ОД вкинуто. И глимсанули, и ультимейт клокверка, и еще и таскли. Тут тот самый случай, когда не стоит абсолютно экономить на подобных таргетах ресурсов. Действительно, все-таки надо убивать коров, тем более это мидер и кор. Легкая линия. У нас тем временем забирают Рошана, и забирают Рошана, конечно же, в Минеске. Вот с тем самым Айгисом, про который ты и говорил... Как же они его долго убивают? Ну, догоны прилетают тем временем к Паку. Он сейчас, возможно, кстати, получит ли 25-й, мне интересно, товар Рошана, вряд ли. Ну, у него приближается 25-й, мы уже отдают Айгис, понимают, что на-на и так не убить. И тут на самом деле это выглядит, извольте вы, нет вы, нет после вас, возьмите вы Айгис. Ну, на самом деле, Паку, он просто не требуется, абсолютно его убить не могут. Мы это видели даже в файте 5 на 5, когда, казалось бы, у Пака остается там 150 хп. Ну что, у Пака догон номер 3, уже как бы влетаешь на Рубика, нажимаешь три кнопки, Рубик погибает. Тебя там не спасает ничто, никакие защиты от магического демеджа, потому что World Discord все это нивелирует моментально. Ну, я уверен, что рано или поздно вы его продадут, там можно купить будет Шиву, либо же даже Акторин, к примеру, причем бы и нет. Ну, Шива пока себе собирает по всей видимости Клакверк в планах дальнейших. Крайне считаю, что у него имеется и улетает очень своевременно ОД на базу, которого чуть ли не поймали на боте сейчас. Кстати, Клакверк очень хорошо оделся, поэтому у него и Альбарда имеется, имеется еще и 40С, плюс ко всему Родианс также будет давать промахи, что очень в сумме дает много промахов. И в самоках пытаются поймать хоть кого-то и находят тут Свена. Там таск в инвизе вот с этой анимацией выглядит совсем прекрасно. Ретрибьюшена, заперли в Кинетик Филд, он не успевает выйти, Орп от Пака, Статик Шторм Диздрафтора, ну и Ретрибьюшена пытаются немножко раскатить, завозят его на хайграунд, возвращают глимцом, погибает Сван без байбэка, 70 секунд, клакверк на хайграунде, жив-здоров, никто его даже пробить не может, слишком уж плотным стал этот оффлейнер. Да, убили еще и есть спирита, 2 в 0, драка по итогу получается, и заход на хайграунд. Да, товара падает долго, но падает, главное, что падает. Да, я думаю, что Минески просто будут ждать возможности сделать пару фрагов еще дополнительные, и после этого они, скажем так, задавят фрагами и напишут goodgame в какой-то момент Монгола. Безусловно, пока стоят все еще линии, можно подраться. Ну, смотри, что делает пак, он приходит и Рубик там, хватаясь за сердце, думал, что выжил, но его добили ледяной стеной. Да, в глумерке кейп спрятался, но это ему не помогло. Ну, смотри, что делать, у нас вроде бы здесь ОД, начинает настрелить по клокверку, эх, ослайм от шейкера, неплохо, сразу же в Юл, говорят, полетай, товарищ, и здесь же пак. Невозможно убить, на-на, уходит, но там вроде бы меньше 50% здоровья остается, но уже спокойно начинает восстанавливать себе все это здоровье, а вышка падает, вышка падает. Медлини тем временем по-прежнему шалит у нас муж, про которого просто забыли такое чувство, он там бил, 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 и как вода камень точит, смог все-таки Т-3 снести, доступ к шрайнам, ребята открыли. Недалеко ли ты идешь, ОД? Что вы себе позволяете? Под БКБ все-таки можно вот так вот понаглеть в какой-то момент, но сейчас БКБ-то закончится, а Минески пойдут восполнить ресурсы через шрайн. У нас там Таск загулял на вражеской базе, такое чувство, и его сейчас пытаются найти. Знаешь, что он там находится, вот что вопрос? Ну, скорее всего, видели от него блинка, и он сейчас пытается улететь. Не успевает, не дотягивается просто, станом, airspirit, они уже чувствовали где он. Да, улетел, улетел у нас по итогу Таск, 22 тысячи преимущества за Минески, 50-18. Ни у кого байбеков, при этом нет, кстати, обрати внимание, что прям разгромный счет такой. Сумасшедший счет, обычная игра на этом заканчивается, да, ну там, в 20-рага преимущество. Но опять же, за счет пика, за счет того, что нечем пушить, игра у нас продолжается. Ну, здесь такое чувство, что в какой-то момент пак придет и просто забросает противника золотом, вы серьезно, из разряда, как они должны выигрывать. Так это происходит, давление идет за счет огромного количества ресурсов и артефактов. То есть, в целом, если мы увидим там какой-то файт и найдет СВН, Соло таргет, он его убьет очень быстро, если это не пак. А, вот, кстати, пак остановить бы, убить, но здесь уже остановка. Кстати, пак это могут убить, пака убивает, там просто 1300 золота зарабатывает. А СВН зарабатывает? СВН зарабатывает все, очень грамотное распределение золота и ставится пауза. У пака сердце остановилось, по-моему, сейчас. Это у СВН остановило сердце, потому что он не ожидал столько золота убить. Ты знаешь, как лотерею выиграл просто. Но хорошая реализация, они быстро убивают вражеского кора, которого они будут полторы минуты, и это возможность для команды монголов хоть немножечко выйти вот за пределы своей территории, хотя бы ты один снести какие-то. Они убивают также еще и Таска. И ты смотри, преимущество по золоту совсем недавно было за 20000. Они отыгрывают очень много сейчас. Там за одного пака большую сумму золота. 5000 разницы. 5000 разницы они отыгрывают за одну ошибку, за один момент, когда пак подставился. Действительно, пак здесь подставился. Ну, там его вина-то особо нет. Рано или поздно ты должен был погибнуть. Как бы ты круто ни играл, но слишком много станов. Просто это сейчас неплохая возможность. Там Т1 снести, Т2, возможно, погрызть. Клакверк, рулевается на Рубика, выигрывает. Просто время такое чувство, потому что Клакверк здесь должен погибать. В очередной раз. Что он сделал? Он выиграл несколько секунд, чтобы не потерять Т1. Возможно, есть какой-то челлендж у Минески, мы не должны потерять вышки. Но челлендж проигран, и Клакверка вы тоже потеряли. Даже если бы он сейчас убил Рубика, это того не стоило. Он бы все равно погиб. Очень странно. Разница 13 тысяч становится. Они практически в два раза сократили отставание от команды Минески. Действительно. Действительно. Но здесь, конечно... Не заигрываться. Не заигрываться ни в коем случае. Нужно просто своевременно отступить. Потому что сейчас придет... Там, со спины Спектра заходит. У нее эти, что имеется, Аеги станут вратали. А Аеги закончился только что. Только что Аеги закончился. Попытка убить иллюзиями хотя бы Санки. Но не получится. Потому что Санки до пака отступать всеми силами. Успевает улететь Рубик вовремя. И Форст на себе прикупил. Не стали гнаться. Не стали гнаться за своими противниками. Ну, в принципе, Манголст небольшой шанс. Можно, пожалуйста, нам графики показать именно. И мы увидим, насколько много денег они отыграли за последние несколько минут. Это сумасшедшая сумма. Так же, как и по опыту. 15 тысяч опыта за буквально 3-4 минуты. Ну, слушай, еще одна ошибка и преимущества уже никакого не будет. Все-таки Пак-то дорогая единица. Рано или поздно его Дехекс появится. А с Кексома Дэвразой опаснее становится. Ну, все-таки Пак выбрал себе золото на будущее. Ты посмотри, посмотри, как у него золото растет. Ну, его уже вряд ли кто-то сможет обогнать. Вот в чем дело. Если только он не отдаст своего преимущества в виде смертей, собственно. Да, если он сейчас станет АФК на фонтан, минут 5 его все равно никто не обгонит. Ну, что у него имеется догон. Он несет себе бутсов 3. Он даже на байбэк не собирается вставлять, потому что понимает, что все равно будет. Какая разница, будет у вас этот самый байбэк или нет. Даже если монголы выиграют еще одну драку, им нужно пройтись по другим линиям, либо идти в трон. Но мы понимаем, что Т4 там не зря стоят. Это не самый простой таргет даже для СВНа. Все-таки ГДС у тебя не бесконечный. Но если в миде драка у нас будет... Ну, да, все зависит от территориального, конечно. Можно на ХГ зайти все-таки, линию снести. Да, линия на 36-й минуте ничего не значит. Но небольшое преимущество даст. Ну что, у нас в смоках монголов. Попытка завоять как-то на СВНа, найти своих кругов. Но, кстати, сейчас близки они будут найти бы пака еще раз. Там гем, гем, шейкер, на-на-на-на. Поблизости поймать его. Есть Ахаслама, шейкер, еще один стан, продолжение. Куча дэмэджей пака убивают 99 секунд таверниям. И это шанс, это шанс пойти по миду, снести хотя бы Т3. Потому что пак без бэйбэка, а без пака очень тяжко воевать. Ну и вот тот самый шейкер, который 30 минут страдал от пака. Сейчас это, знаешь, просто месть. Месть, да. Потому что два фрага именно от шейкера с его участием. Ну, время спектры сейчас придет. Время спектры. Вопрос, как на это время спектры ответит СВН. У него все не так уж и плохо, и он со спектрой наравне. У него сейчас появятся еще и криты забафанные. Ну, просто в спектре СВН еще будет ОД помогать. А вот в спектре строки-то больше никто не помогает. Ну, пак теперь это действительно магический прокаст. И он, собственно, себя и бустил в этом направлении. Он, безусловно, страшен и могуч, но со СВНом-то справляться будет проблематично. А он больше не так уж и много итемов. Фейзы, манта, радианс. Ну, и, пожалуй, еще. И вот мы вспоминаем разговор о том, что у него сейчас счет 5-5-22. Как номер какого-то телефона мы сейчас продиктовали. У него куча ассистов, но он получал не такие приятные бонусы. Ну, это же спектра. У них должно быть много ассистов. Хотя тут, смотри, Дезераптор 6-3-29. Еще больше ассистов, на удивление. И у Дезераптора... Сейчас будет готов, агоним. При том, что агоним не на голое тело, а с Мидосом, с блинком. С транквилами, с игрой жеными стиками. Ну, уж, ну, за полностью там стильный телепорт, это, естественно, святое. Телепорта больше нет. Черт. Мы теряем ресурсы. Нужно идти фармить. Бабочка появляется, естественно, у спектры. Выход на Т1 по топ-линии от команды монголов. Они должны пытаться хоть немного подгрызать вот со сторон. Минески, а то будет синдром команды Продоты, которые забыли, что существуют боковые лайны, и очень тяжело было на хайграунде драться после удачных файтов. Кстати, бабочка очень хороший вариант против ОД. Против того же СВН, который только что Дайдал скупил. Да, СВН намечается уже на покупку МКБ. Но если драка сейчас, там будет бабочка, а у СВН МКБ не будет. А если еще и медалька будет висеть, то спектру не пробить с руки. Мы сейчас следующий файт, вот 5-5, если он состоится именно 5 на 5, это будет ключевая драка для данной игры. Если ее выиграют в Минески, они просто поднимутся на хайграунд и снесут оставшиеся строения. Ежели они проиграют, это полноценный камбэк монголов. Но очень трудно будет камбэкаться. Агоним на Дезраптор и Агоним на паке. Какая разница, какого рода у тебя артефакты, если ты стоишь в стане, а тебя бьет СВН под ГДС. Вот в чем дело. А если он не нажал, ничего? А это уже совсем другая история. Под ультимейтем Дезраптора с Агонимом очень трудно все нажимать. Да, да, все именно так. Так что ты там как не пыхти, хоть 30 скотов имей с репрешером, но Дезраптор такой мини-дум накидывает по Ауе. Начинает у нас падать Рошан, и его монголы отдают. Они просто не успеют сюда прийти, перед всем в своем желании. Да, сыро, Егис. Может быть, кстати, Егис отдать в этот раз все-таки Паку? Он же погибал уже. Скажем так, решили поиграть в стопроцентную защиту древних монголов, будут ждать на хай-граунде противника. Так, ну что, по итогу Ауе достаёт в спектре сыр забирает джабс. Как-то не странно на таске. Кстати, на таске можно очень грамотно делать. Ты блинкаешься, у тебя имеется агоним, ты кого-нибудь упинуешь к своим товарищам. Это очень трудно сделать, потому что там пока развернешься, пока замахнешься. Ну, все эти анимации, безусловно, могут сыграть злую шутку. Но мне по-прежнему, я восхищаюсь просто вот этим гемом, вставленным в одеяние таска. Вот когда один герой такой бегает, это прикольно. Да, когда все блестят и непонятно, кто есть кто. Кто что делает, вообще какие на нем эффекты лежат, допустим, и прочее. Это уже совсем страшно. Очень приятный и там билд у таска. Прям такой саппортящий. С линзой, касты далеко летят, соответственно, ты и пнешь дальше. Ну, в смысле, нажмешь подальше. Пнешь то так же, с такой же мощью. Опять же, у нас у Спектры выход, по всей видимости, вебесла. Дальнейший появился башер. И уже немного больше становится там, пускай, дэмэджем. Но Спектра по-прежнему по ДПСу Свена-то проигрывает. Так вот, если они на равных выйдут на речку. Ну, это, безусловно, не тот момент, где должны встречаться эти герои. Тут же ворвался, Клакверк отрезали очень жестко у нас Свена. Есть БКБ и просто его выпинывает таз через полкарты. А что делать дальше-то, ты бьюшь? Ну, вот вопрос. ГДС прожимает, попытка отступить на базу. Сейчас его глимсанут, но лотошел. Все же, выглямсанули Шейкера. Шейкер на форстафе заезжает. До Шрайна дотянуться, его нажимают чуточку раньше. Рубик говорит, спасайся, дружи. А отстреливается уже с базы ОД. Неплохо отбились, вроде бы, с изначальности отцы со стороны Минески. Я не уверен, что нужен был этот пинок. Потому что, да, это крутая комбинация. Ты сажаешь на цепь, на дрем-коил. Потом пинаешь и за счет этого цепь рушится. И он стоит в стране. Но он так далеко, что к нему никто не с его подойти. Безусловно, это где-то, возможно, даже и спасло, Свен. Но тут же мужа пытается немножко просаживать по ХП. Полетели арбы в спину, артиллерия настреливает вам уши. И, в принципе, 50% ХП он потерял. Нужно выбить Айгис как-то. Либо быстро, либо оставлять Спектру как рейдбосса под конец. Я отделен, что промахи не работали. Вроде бы и медалька висела, и бабочка имеется. Очень странно. Три удара, по-моему, из четырех точно попали. Это когда за тебя проклятие просто висит. И сколько бы у тебя не было процентов песок, ни один не залетел. Кстати, напомню, что у Шейкера, когда он бьет с тотема, удар нанесящий без промахов. То есть сколько бы там бабочек у тебя не было, сколько бы промах на тебя не висели, Шейкер точно попадет. А Шейкер, он, в принципе-то, и становится довольно таким страшным героем. У него пускай 10 тысяч нотворца. Он среди аффлайнеров, скажем так, возможных падает вниз. Но урона вносит немало. После прокаста от него особо-то никто ничего не требует. Если он еще и пару ударов под тотемом сделает, это совсем великолепно. Да поэтому у него все хорошо. Есть блинк, есть форстав. А тут еще и дополнительный шадо блэд лежит. Да, этот шадо блэд не столько полезен, потому что там имеется гем. Но все равно гем-то не у всех. Да и так, что не все имеют. И в целом мы наблюдаем ситуацию, что игра у нас затягивается. Буквально на 25-26 минуте казалось бы, шансов у монголов нет абсолютно. Ретрибьюшн тут в очередной раз подставляется такое чувство. Залетает муши. По-режнему есть поблизости Санка и поймали ОД также. Там глимсанули, глимсанули Рубика. По итогу Санки-то здесь погибнет. Но, походу, это только единственный герой, кто все-таки погибнет. Нет, еще и погибает и ОД. Там джабс просто распинывается туда-сюда. ОД посадили на дримкойл, но был форстав. Вроде бы пытались спасти, по итогу же зафокусил клакверк на хукшоте в лице. То есть там все было очень и очень красиво реализовано со стороны Минески. Ну вот первый байбэк у нас от Рубика. Возможно, стоит байбэкнуться еще и ОД. Все-таки весь муж уже ломает мид. Но с мидом, по-моему, решили проститься без драки и попытаться дождаться ОД. Хотя врывается шейкер. Есть эхо-слэм не самый удачный байбэк. ОД понимает, что это последняя драка. Вполне возможно для Монгола подцепить хотя бы. Таска-таска убили. Уже неплохо. Один минус сделан. Но байбэки нужно реализовывать чуточку лучше. Сэнк отступает. По-прежнему жив. Гембы подобрать. Не отдавать противнику. Погибает также Дизраптор. И в ответ у нас в лесах товарищ клакверк распаляет сирспиритом. На-на. Стан, естественно, заяведил и пытается спастись. Но 2 в 3 по сути драка. Все-таки рубики ОД байбэкнулись. Это плюс для Минески. Они опять лидируют 22 тысячи золота. Другое дело, что эти 22 тысячи на 45-й минуте совсем другая сумма. В отличие от 22 тысяч на минуте 25-й. Да, на 36-й было. Да, на 36-й. Но в любом случае это... Все равно это большая сумма. Сумма большая, безусловно. Это там 4 каких-то артефакта топовых, которые можете вы приобрести. Но сам факт. Монголы сейчас имеют чуточку больше ресурсов для того, чтобы пытаться огражаться и драться с Минески. Другое дело, что если они будут драться на хайграунде, вот будет происходить регулярно подобные события. Вы теряете барак, теряете еще один барак, теряете Т3. И у вас... Вы вроде бы выигрываете, вы держитесь на плаву, но база падает, ресурс которого восстановить не в состоянии. Свен, кстати, покупает себе МКБ. И сейчас вот эти вот бабочки, мясы, промахи не так круто будут работать. Улетает Джабс. Неприятно. Очень напряженная первая карта этого Бестов 3. При том, что по счету... Счет-то разгромный. По фрагам лидирует Минески. По территориальному преимуществу, по файтам они выиграют. По всем, скажем так, статистическим данным, Минески должны были уже выиграть эту игру. Но мы видим, что монголы, они просто вцепились зубами первую карту и не готовы, скажем так, задаваться без боя. Другое дело, что если они все-таки проиграют, если так случится, я очень волнуюсь за вторую карту. После вот таких затяжных файтов, когда вы долго-долго терпите, очень тяжело себя правильно настроить на последующее продолжение Бестов 3. Но, с другой стороны, если Минески проиграют, то лидирует 50 минут и проиграть, допустим, игру за 2 минуты, это очень трудно. Это, знаешь, когда ты играешь, у тебя такое хорошее настроение, легкая игра, ты играешь просто в приятнейшем состоянии, в своем собственном. Тут вы один раз ошиблись, думаете, да, ничего страшного, все будет хорошо. Потом еще раз ошибаетесь, да ладно, мы все равно лидируем 20 тысяч. А вот что-то уже в подсознании щелкнуло, и ты думаешь так, что-то пошло не так. Ну да, это, конечно, неприятно очень. Я думаю, у всех были подобные игры, когда вы выигрывали на протяжении 40 минут, а потом кто-то что-то сделал не так и все посыпалось. Но обычно это либо кто-то выходит с базы лишний раз, либо кто-то лезет под фонтан. Ну, опять же, там возможность ситуации с рапирами, которые были абсолютно не нужны. Я вообще не понимаю, это же, по-моему, один из самых главных таких постулатов и принципов. Если у вас все хорошо, не покупайте рапиру, и скучат других прекрасных артефактов выеживаться. Ну, вот повыеживаться, и потом вы проигрываете игру. В принципе, и на просцене мы подобные ситуации видели неоднократно. Ну, там все-таки чаще покупают, когда у тебя все плохо. Очень редко, когда все хорошо. Рапиры — это такой вабанк выход по айтем билду, когда вам уже нечего терять, и вы либо, скажем так, рискнете, либо 100% проиграете. Ну, либо если вы хвост. Это нет, это уже, конечно, специальная, скажем так, функция. Санка здесь пытается поймать товарищ Клакверк, но выживает, выживает Рубик и уходит на армию пака. Да, спасается, Глимер Кейв, Форстав и Клакверка с таким и тем билду, который имеется у Рубика, не справится с ним. Тут уже суппорты начинают потихонечку стремиться к 25-м уровню и топовым талантам. Про 20-й лвла я и речи не веду, там уже все имеется. У Клакверка очень замечательный талант на 25-м. Там бесконечный Б3 остался. У него начинается, либо плюс 400 хп. Круто смотрится. Но, смотри, он взял сопротивление к магии, соответственно, значит, на 25-м должен взять талант на хп. Ну, если он выходит такого танка, с учетом того, что у него вангвард, алибарда, 40 арест, еще и шива, у него 40 единиц брони, как его пробивать, очень и очень большой вопрос. Да, все-таки Клак трудная цель для убийства. Очень много различного рода сопротивлений. Это тот самый идеальный вариант выхода. Ну, ваши там 3-4 позиции в лейт. Нас прожимают с ультимейт от Муша. Просто он что-то такое чувство отогнать немножко. Пак запрыгнул, дремкою очень неплохой поставлен. А кто будет пока убивать? Это Свена, Свена выпнули. Просто он уже находится под Станом. Он его не бьет. С attribution сам начинает расправляться с Клакверком, потому что это единственная цель, до которой он дотягивается. Вот сейчас его начинают кайтить. Закончилось БКБ и Свен погибает. Я хотел обратить внимание на на на, который рефрешен нажал и еще раз летел в троих. Плохой ультимейт от Нинджа Буги. Там улетел Дизраптор ОД, прошу прощения. Но 2 фрага у команды Монголус погибает. Пак, без пака очень трудно воевать. Муш понимает, к чему это все дело идет. Уже отступает. Минус Нинджа Буги. Дальше должны убивать Клакверка. Куда он делся? Ага, его Клакверка. Клакверка возвращается. Ты посмотри, Муша возвращается, начинает драться непосредственно у нас с ОД. И драку... Там Клакверк пытается отступить. И здесь Клакверк повесил Лебарду. И убегает. Ну а Муш там уже, в принципе, Клакверка пытается убить. Клакверк, ты посмотри, как долго Свен его бьет. Но МКБ 1000 крит заветел, а не почувствовал. Просто не почувствовал, как же долго он живет. Он все еще живет в этот момент. Муша уже на низ заходит и бьет Бараки. Но не те Бараки, ты бьешь Муша, беги. Муша нужно отступать очень срочно. И ни в коем случае не разворачиваться. За ним не погонятся. Еле-еле засейвили нижнюю линию. При этом был байбек от Свена. Но вновь, вновь, скажем так, показывают монголы, что просто так сдаваться мы не собираемся. Будем драться до конца, пока Трон не упадет. Но там как-то законтрели Свена, выпнули, но дэмэджа по нему не вносили. Очень странно было. Но он там БКБ у вас умножать. Кстати, у Шейкера у нас 5200 золота. Может быть, купить Хекс? Ну, у него в планах БКБ стоит. Интересный такой выбор. Да, но и в прошлой драке все-таки ошибся Дизраптор. Он повесил ультимейт на ОД, который на пике уехал. Ну, из хороших новостей для прошлой драки для команды Минески, все-таки они очень быстро отделили Свена от своих тиммейтов, отрезывали его, спустили с хайграунда на землю Бренную и там его быстро убили после завершения БКБ и ГДС. Ну, это да, все-таки на Свена здесь контракт имеется. Дизраптор 22-го, Мидас, Блинг, Лиммеркейп, дальше Форстав. Может быть, Лимзу купить, чтобы дальше все кидать? Эта игра сейчас начинает переходить в стадию, когда все зависит от байбэка. Шейкер, кстати, по твоим заветам покупает как раз-таки Хекс. Мне кажется, они слушают все-таки. Прям каждый раз. У нас где-то микрофон студии стоит просто и там переводчик переводит. Это называется паранойя, Фант. Понял. Я в этом деле знаю толк. Так, ну что у нас, на-на. Рефрешер есть, 50 секунд КД. И, в принципе, уже имея два заклинания, там два догона, два БКБ, два Дремкоила, можно спокойно будет идти и воевать. Ну, все, опять же, зависит от того, как будет выстроена позиционка и не подставится ли кто-то из твоих тиммейтов раньше. То есть сейчас та стадия, когда вклад любого героя очень весомый. Тот же самый Дезраптор, если погибнет, не будет его, статик Шторма с Аганимом. Это огромный минус для файта. А там бегут, бегут в маках. Попытка бы убить Дезраптора очень быстро, было бы очень хорошо. Но Рошан-то падает в этот момент, там Эспирит, если что, готов залетать с другой стороны. По-моему, очень много времени сейчас монголы теряют. Либо они уже не планируют. Да, они отступают, они отдают Рошана и вновь будут драться против Аегиса и Сыра. Но они понимают, что Эмвард сбили, у них Вижена никакого нет и они бы играли вслепую. А также Минески есть. Смотри, Минески-то думает, что сейчас на них готовится нападение, очень аккуратно отыграет Муши. Все правильно, так вы и должны отыгрывать ситуации, когда вы 50 минут не можете выиграть с преимуществом 20 тысяч. Ну это да, все-таки надо максимально сейчас аккуратно отыграть. Основная проблема, конечно же, в том, что у Свена сейчас нет байбэка. Да, его очень быстро убивают. Посажаешь на ультимейт пака, выпинывает таск его, в этом момент пак жмет рефрешер и не дает никому подойти. Это еще не ГГ, тут еще нужно будет постараться. Просто я чувствую уже вот это напряжение, которое ножом можно резать перед тем, как заход на хайграунд, возможно, итоговый от Минески. Если они все-таки смогут закончить в ходе этой драки. Но они должны, должны все-таки Сир, все-таки Аегис. Пак 6 лотов, Клакберг, миллион итемов имеет. Тоже хочет Эбиса у себя купить. Но он может себе вот так вот зайти и потанковать. Учитывая количество здоровья, количество брони в медлине, в медлине поймали Свена, Свена убивает Статик Шторм. И это Гудгейм, 2 минуты не будет Свена. У Дэ также сейчас погибнет, очень маленький запас ХП. Да, пак его все-таки настигает, дремко его черной раз на Шейкера. Шейкер у нас, по-моему, также не имеет байбэк. Да, Шейкер тоже без байбэка, убить бы Шейкера. И это ГГ, ВП, 2 минуты до двух коров. Ну что, поздравляем Минески, отличная игра, все-таки смогли додавить. Ну, я бы хотел все-таки отметить, плюс команда Монголов, они старались. Они показали, что даже имея такое отставание, можно еще проводить успешные файты, можно пытаться переворачивать игру. Субтитры создавал DimaTorzok